МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Победа в федеральном конкурсе. Национальное телевидение будет вещать на 21-й кнопке. Сохраняя традиции, Михаил Игнатьев встретился с семьями Порецкого района. Армейское воспитание. В республике проходит месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Сегодня федеральная конкурсная комиссия определила телеканал, который будет в республике обязательным и общедоступным. Проще говоря, тот, который будет закреплен на 21-й кнопке телепульта. Победителем стало национальное телевидение Чуваши. По закону в каждом субъекте выбирается один обязательный общедоступный телеканал. От Чуваши в конкурсе участвовали национальное телевидение Чуваши и телеканал 21+. Теперь национальное телевидение с апреля будет закреплено на 21-й позиции телевизионного пульта. Хочу поздравить национальное телевидение Чуваши и не только телевидение, но и зрителей, прежде всего, этого канала с очень важным событием в жизни телевидения и с тем, что этот канал теперь будут смотреть на 21-й кнопке. Может быть, это звучит не так, как выдающаяся новость, но на самом деле это очень важно для национального телевидения. Что оно будет доступно всем зрителям республики. Каждая поездка главы Чуваши в районы – это не только сухие цифры отчетов, это еще и встреча с людьми, которые занимают активную гражданскую позицию и участвуют в жизни муниципалитета. Глава республики встретился в Парецком районе с победителями конкурса «Семья года». И он, и Наталья Спетару познакомились в Москве около 20 лет назад. Увидев белокурую паричанку, парень из Молдовы влюбился без памяти. Как сейчас вспоминает, готов был поехать за ней на край света. Наталья привезла Иона в родное село. Тут и начали семейную жизнь. Даже спустя столько лет Спетару ни разу не пожалели о переезде. Можно работать, есть дальнейшие перспективы для семьи, для детей. То есть, как некоторые регионы говорят, занимаются этим и этим, где наркотики. А у нас вроде все тихо, у нас на улице все. Больше и больше молодежи сейчас. Наталья работает в салоне сотовой связи, но успевает и заниматься детьми. Сама человек творческий, она стремится увлечь детей. Вместе с дочерью Кристиной готовятся к листературным конкурсам. А с сыном Сашей участвуют в спортивных мероприятиях села. Во встрече с Михаилом Игнатьевым приняли участие еще три семьи. Все они призеры районного конкурса «Семья года». В Стексово увлекаются шитьем мягких игрушек и с удовольствием играют в футбол. Мартимьяновы все свободное время отдают технике. А Денисовы играют в ансамбле. Такие дружные семьи – пример для многих. Основным стержнем являются традиции. Традиции ваших родословий, ваших трудовых династий. Родители, предки воспитывали вас в духе любви к труду. Вот это самое главное. И наша общая совместная задача – воспитывать созидателя, а не потребителя. Социальная поддержка на селе особенно важна для молодежи. В Стексово самые первые в районе приняли участие в программе «Молодая семья», благодаря чему достроили свой дом. В Денисово приобрели земельный участок на средства регионального материнского капитала. Именно такие семьи должны улучшать демографическую ситуацию в районе. Она пока далека от идеальной. Еще один важный аспект, который поможет остаться молодым населем – это новые рабочие места. О необходимости их создания говорил на встрече и глава республики. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. 100 миллионов рублей получит Порецкий район на благоустройство территории и строительство новых объектов ко Дню Республики. Об этом глава Чуваши сообщил на совещании по итогам 2016 года прошедшего в муниципалитете. В этом году село Порецкое станет еще одной праздничной площадкой Дня Республики. Муниципалитет уже составляет план проведения мероприятий, перечень объектов, на которые уйдут предназначенные средства. Районы центра меняют свой облик. По улице Комсомольска в прошлом году проложили асфальтированную дорогу. В ряде дворов устанавливают и реставрируют детские площадки. Помимо средств на благоустройство села, район может заручиться республиканской поддержкой на реализацию прорывных идей. В прошлом году республика поддержала семь таких проектов. Мы как никогда впервые в республике заложили отдельной строкой полтора миллиарда рублей для прорывных проектов, для точек роста, для создания высокотехнологичного производства, чтобы молодые люди после получения среднего или высшего профессионального образования могли трудоустраиваться. Занятость сельской молодежи является проблемой номер один в Порецком районе. Сегодняшняя молодежь предпочитает трудоустраиваться в городе. Основная причина кроется в нехватке рабочих мест. Создать их могут только инвесторы. Глава администрации Евгений Лебедев считает развитие малого бизнеса главной задачей местных властей и обещает, что за пять лет в районе появится около 500 новых рабочих мест. Еще одной проблемой муниципалитета является существенная кредиторская задолженность района больницы. Это у нас самый больной вопрос. Самая большая кредиторская задолженность у нас была на начало июля этого года. Она у нас была 11,5 миллионов рублей и на конец года осталось 10 миллионов 200 тысяч. Самостоятельно мы из этого порученного круга без какой-либо посторонней помощи выбраться не можем. Михаил Игнатьев поручил Минфину Чувашей и руководитель информационной группы Сергея Шелтукова взять решение этого вопроса на особый контроль. Отвечая на вопросы у сиранов района о возможном присоединении районной больницы Калатарской ЦРБ, Михаил Игнатьев отметил, что судьба медучреждений будет решаться только с учетом общественного мнения. Наша позиция такая. Меньше начальников, больше медиков, которые лечением пациентов занимаются. Подводя итоги совещания, Михаил Игнатьев отметил, что у Парецкого района огромный потенциал. Дальнейшее развитие района зависит от самих паричан. У паричан есть, могу подчеркнуть, двух поредителей, вот это издревле. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Победители получат премию. Муниципалитеты, которые достигли лучших показателей по итогам предыдущего года, могут рассчитывать на грант главы Чуваши. Предусмотрено три призовых места, а в республиканской казне на эти цели заложено 50 миллионов рублей. Итоги конкурса станут известны в июне 2017 года. Этот и другие вопросы сегодня обсуждали на седании Кабинета министров республики. Один из критериев при отборе претендентов – эффективное управление муниципалитетом. Серьезная премия должна стимулировать глав районов и городов. Средства будут направляться на развитие общественной инфраструктуры. Правительство также рассмотрело вопрос роста родительской платы за посещение детского сада на 5,6%. Согласно постановлению, в 2017 году стоимость пребывания ребенка в детском саду за 12 часов составит 54 рубля 40 копеек. Если ребенок находится в саду меньшее время, то и плата, соответственно, меньше. Как отметил министр образования Юрий Исаев, при этом сохраняются все льготы. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено более 36 миллионов рублей. Сегодня различные выплаты получают более 97 тысяч детей или 38% от их общего числа. На заседании правительства также был сформирован Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 100-летия газеты «Советская Чувашия». Изменения в правительстве. Руководителем Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии назначен экс-омбудсмен по защите прав предпринимателей Владимир Иванов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава региона. И сегодня же Михаил Игнатьев освободил от должности министра здравоохранения Аллу Самойлову. Владимир Иванов был депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов 4 и 5 созывов. Являлся советником главы Чувашской республики. В октябре 2013 года был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что кадровое решение принято с учетом заслуг и эффективной работы Владимира Иванова. Являлся пожелать эффективной работы. Мы в команде работали. Вы успешный гражданин Российской Федерации, достойный гражданин Российской Федерации. Я рассчитываю на вас, что вы справитесь с возложенными обязанностями и оправдаете доверие. Будем работать как над модернизацией существующей сети, использованием новых технологий, так и созданием новых транспортных магистралей для разгрузки существующих сетей. Работа, безусловно, интересная. И с учетом имеющейся технологии, я думаю, что и самое главное финансирование со стороны государства, которое расширяется благодаря Дорожному фонду, думаю, что есть и ресурсы, и возможности для выполнения поставленных задач. Сегодня же подписан указ об отставке министра здравоохранения Аллы Самойловой. Минздрав она возглавляла с 2012 года. Временно исполнять обязанности. Руководитель ведомства будет заместитель министра Светлана Ананьева. На совещании по подведению итогов работы столицы республики за прошлый год были затронуты многие актуальные вопросы, которые требуют решения. О некоторых из них в нашем материале. Государственная поддержка чебоксарских предприятий в виде субсидий и налоговых льгот растет. В 2016 году сумма превысила 565 миллионов рублей. Результат – рост оборота предприятий по сравнению с 2015 годом на 7%, отметил глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков. Логично, что при росте этих показателей должен снижаться другой – по безработице. Благодаря республиканской программе в прошлом году трудоустроились 15 тысяч человек. Однако по-прежнему остро стоит вопрос неформальной занятости и зарплаты в конвертах. Совместно с налоговой инспекцией, пенсионным фондом, прокуратурой, МВД нами проведено более сотни рейдов. Проверено 2500 хозяйствующих субъектов. Выявлено свыше 10 тысяч нелегальных работников. В основном в сфере маршрутных перевозок, торговли, услуг и строительства. В результате 7 тысяч человек заключили трудовые договоры. Свыше 3000 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. В бюджет дополнительно поступило 5 миллионов рублей налогов. Но контрольный показатель в 20 тысяч человек пока не достигнут. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. Впрочем, судя по всему, продолжать работать надо активнее. Министр финансов Светлана Янилина привела другие данные. Финансовое подтверждение, что работники вышли из тени, не последовало. То есть у нас поступление в местный бюджет не произошло в той динамике, в которой сегодня город отчитывается, что серые занятости они ликвидировали и перевели на легальные трудовые отношения. Значит, если в каком-то месте его перевели, в каком-то месте у вас убыло. И, соответственно, это никак не отразилось у вас на общей численности. И по данным пенсионного фонда, это общая численность людей в трудоспособном возрасте и не работающих недель у нас количество увеличилось. Подкорректировала глава Минфина информацию по средним зарплатам. В отличие от отчета городской администрации, в ее документах вместо 28 тысяч рублей фигурировала цифра значительно меньше. Глава Чуваши поручил разобраться в этой ситуации и начать активнее работать с предприятиями, которые задолжали по зарплате своим сотрудникам. Особая тема – задолженность предприятий по арендной плате за землю и недвижимость, которые находятся в распоряжении города. Среди наиболее крупных должников – агентство по недвижимости «Честер», «Одис Отель», «Зао Рассвет» и другие. Михаил Игнатьев призвал городские власти быть внимательнее при работе с теми, кто уже показал себя недобросовестным предпринимателем. И не заключать с должниками мировые соглашения в ущерб городскому бюджету. Тему продолжила председатель контрольно-счетной палаты Чуваши Светлана Арестова. Она отметила, что в 2016 году доходы от использования имущества, которые находятся в муниципальной собственности, снизились на 19%. Доходы от сдачи имущества в аренду упали на 22%. Глава Чуваши выразила озабоченность и ростом долгов за энергоресурсы и газ. Он отметил, только долги за газ увеличились в 1,7 раза и составляют 750 миллионов рублей. А это может сказаться на отопительном сезоне, а также на газификации за Волжье. Иными словами, на 2017 год у города много работы. Чуваши опростилась с крупным государственным деятелем, бывшим секретарем республиканского обкома КПСС Ильей Прокопьевым. Его сердце перестало биться на 91-м году жизни. Последний путь Илью Павловича провожали во Дворце культуры имени Якова Окса. На траурную панихиду собрались родственники, друзья, коллеги по партийной работе, депутаты и члены правительства. Большинство нынешних управленцев называют Илью Прокопьева своим учителем. Он нам и учитель, и друг. Он нас очень учил многому. У нас только остается память от него. Вечная память. Мы его любили как человека. Я перед ним очень жалею и преклоняюсь, Илья Павлович. Вечная тебе память. Мы тебя никогда не забудем. Он руководил республикой на протяжении 14 лет. Это было время глобальных перемен. Бурно развивалось жилищное строительство и промышленность. Именно благодаря его организаторскому таланту в Чебоксарах возвели гидроэлектростанцию, тракторный завод и МНТК «Микрохирургия глаза». Действительно, я старался каждый год поздравлять его с днем рождения. Я приходил. Но меня поражало, вот я об этом сегодня сказал, насколько, во-первых, человек скромный, насколько он интеллигентный человек. Мы должны делать все для того, чтобы имя Илья Павловича Прокопьева с золотыми буквами в истории, наравне с самыми значимыми фигурами Чебоксарской республики, должна, конечно, стоять рядом. Илья Павлович – фронтовик, воевал на Дальнем Востоке. Он почетный гражданин города Чебоксара. В прошлом году указом главы республики Илья Прокопьев был награжден орденом за заслуги перед Чувашской республикой. На заслуженном отдыхе бывший секретарь обкома КПСС продолжал вести активную научную и общественную деятельность. Глава республики отметил, что в историю Чувашии его имя навечно будет вписано золотыми буквами. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин. Республика. Праздник настоящих мужчин. Сегодня в Чебоксарах чествовали защитников Отечества. Заслуженные награды виновникам торжества вручали в Театре оперы и балета у офицеров, членов товарищества «Сыны Отечества» свои традиции. Каждый год накануне 23 февраля они подводят итоги работы. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Им вручают награды за мужество и отвагу. Алексея Алексеева наградили почетной медалью Суворова от президента страны. Молодой человек проходил срочную службу на Северном Кавказе, выполняя сложнейшие боевые задачи. После школы в 2013 году я был призван в военное училище, поселок Мулино, Нижегородская область. После прохождения службы полгода я попал на службу в Дагестан. В Мулино было вообще очень тяжело в первое время. Защита родины, почетные обязанности это понимают все больше юношей. Сейчас срочную службу в вооруженных силах проходят порядка 3000 уроженцев республики. Призывники из Чувашии несут боевую вахту на Дальнем Востоке у стен Кремля и даже на знаменитом военном корабле отбирал Кузнецов. Ежегодно государственное задание мы, республики, выполняем. Мы ни на один год не приостанавливали юно-армейское движение. Мы занимались вопросами и будем эффективно заниматься по военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Их называют золотым фондом вооруженных сил. Герои России, генералы, полковники, контр-адмиралы. Каждый год накануне Дня защитника Отечества в Москве собираются вместе офицеры, уроженцы Чувашии. Их товарищество было образовано 17 лет назад. Сейчас оно объединяет 450 человек. Они стараются не терять связь с Родиной, воспитывая настоящих патриотов. В районах республики при поддержке членов организации «Сыны Отечества» создают кадетские классы. Особенно тесно, конечно, это кадетские школы, где наша школа есть имени сынов Отечества, третья школа в Чебоксарах. Есть 43-я кадетская школа, с которой мы тесно поддерживаем контакт. Они в виде нас гордятся нами и стремятся быть такими, как мы, допустим. А мы в виде их не хотим стариться. В ряды товарищества вступает и молодежь. Среди новобранцев немало представительниц прекрасной половины человечества. Со школы, наверное, не был такой интерес к военно-патриотическому делу, к юно-армейскому движению. Поэтому я для себя четко решила, что именно хочу носить форму, служить, выполнять свой долг. Представительный десант офицеров из Москвы прибудет в Республику на этой неделе. В Чебоксарах они разыграют награды турнира по волейболу среди юношей и девушек. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов и Андрей Спиридонов. Республика. Учить родину любить. В Республике проходит месячник обороны массовой и спортивной работы. Во многих образовательных учреждениях проходят тематические мероприятия. Наша съемочная группа побывала в Красночитайской средней школе и узнала, как проходит учебный день кадет юно-армейцев. 14 секунд. За это время ученик 11 класса Витя Миронов собирает автомат. И это далеко не предел его возможностей. Вместе с одноклассниками он оттачивает навыки рукопашного боя с автоматом и строевой подготовки. И везде стремится быть лучше. В кадетском классе Витя учится уже пятый год. Вспоминает, как все начиналось. Мы трудились не покладая рук и домой приходили очень уставшими. А утром вставали, как ни в чем не бывало. Это давало нам силу, то, что мы занимались. Дело нас лучше, совершенствовало. Лучшее в нашем классе это то, что наш класс очень дружный. Если какая-то проблема в классе возникает, то можно спокойно обращаться к одноклассникам. Мы все решаем сообща. В Красночитайской школе есть юно-армейцы. Третьеклассники стараются ни в чем не уступать старшим собратьям. И шагают строем, и задачки по математике успешно решают. Военно-патриотическое воспитание всегда было в приоритете в этой школе. За десятилетия педагоги выработали свою методику, которая дает хорошие результаты. Дети, которые занимаются в кадетском классе, занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. Недавно, как они участвовали в спартакиаде депризованные молодежи в городе Краснодар и были вторыми. Конечно, для нас это очень почетно. В рамках данного месячника военно-патриотического воспитания у нас в школе прошло очень много мероприятий. Смотр строя песни. Сейчас у нас начнется соревнование по плаванию в честь Дня защитника Отечества. Так что 23 февраля – особенный праздник для этой школы. Здесь воспитывают патриотизм на словах, а на деле. Холодный лед и горячая кровь. В Козловском районе республики прошел необычный турнир среди школьных команд. В хоккее ребята играли в валенках. О жарких ледовых баталиях в сюжете Галина Титарчук. Хмурое утро в Козловке было расцвечено яркой спортивной формой, улыбками болельщиков. Главное условие такого хоккея – конечно же валенки. Новые, старые, подшитые, любые. А вместо привычной шайбы – яркий мячик. Хоккейный турнир проводится в районе второй год подряд. Кстати, хоккей с мячом зародился на Урале почти полвека назад. В те времена в него играли не только настоящие мужчины, но и все советские мальчишки. Но играли, конечно, стоя на коньках. А вот в валенках… В этом году из девяти команд в финал вышли четыре ледовые дружины. Борьба получилась очень напряженной. Ушли, ушли, ушли! Ушли, все! Кто-то впереди остается, кто-то сзади. Сегодня расслабляемся, работаем. За третье место сражались команды Еметкинской и Тюрлеминской средних школ. Страсти разгорелись нешуточные. В итоге ребята из Еметкинской школы буквально вырвали победу у противника, победив со счетом 3-2. За золото и серебро боролись хоккеисты из Козловской школы номер 2 и села Байгулова. Обе команды играли на равных, что и подтвердил счет 2-2. Победители определяли по булитам. А золотой кубок, грамоты и медали по праву достались команде Козловской школы номер 2. Так держать? Ну, хочу очень парово сказать. Ну, мы после уроков готовились в школе, тренировались другими классами. В субботу провели групповой этап и выиграли там, и попали в финал. Оправдали мои надежды. В спорте везение большое значение имеет. Нам просто повезло. Поэтому удача была просто на нашей стороне, и поэтому выиграли. Они практически на равных играли с нами. Валеночный хоккей стал, по сути, народным видом спорта. Доступным, простым и очень полезным для здоровья. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Сразу после новостей полезная информация. Сбербанк приглашает всех в музей Чапаева, а рядом с торговым комплексом «Мегастрой» открывается всероссийская ярмарка «Удмуртия». Наши новости и программы на сайте НТРК21.ру. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». С 22 по 26 февраля Сбербанк и музей Чапаева проводят совместную акцию. В эти дни все гости и жители республики могут бесплатно посетить музей легендарного «Начзива». Последние тренды в Сбербанке – это вклад в образование. Потому что мы считаем, что именно образование является фундаментом для успеха общества, для успеха страны. Поэтому Сбербанк и Чувашский Сбербанк, в частности, инвестируют в образование, инвестируют в поддержание культурных и исторических ценностей. Совместный проект Чувашского отделения Сбербанка и филиала Национального музея приурочен к 130-летию со дня рождения Василия Ивановича Чапаева и ко Дню Защитника Отечества. «Сбербанк» предоставляет нам возможность пригласить к нам гостей как подарок. Это очень важно, потому что социально ориентированный бизнес для нас, мне кажется, для нашей страны – это явление не очень большое, но, тем не менее, оно постепенно развивается. За пять дней посетить постоянную экспозицию музея смогут все, кто захочет познакомиться с историей жизни легендарного земляка. Особое внимание привлекают уникальные экспонаты – пулеметная тачанка, оружие времен гражданской войны, личные вещи Василия Ивановича Чапаева и его боевых товарищей. Я вспоминаю бытность работы министром культуры. Мы проводили достаточно большое количество акций, включая театральные фестивали, разные конкурсы, викторины, массовые мероприятия, привлекая зрителя именно к театру, к искусству. То, что Чувашское отделение сегодня, Сбербанка, продолжает эти традиции, активно в поисках новых форм работы с детьми, с молодежью, да и с ветеранами – это радует. Вот эти традиции надо продолжать. В день старта акции на экскурсию записались уже 11 групп. В музее надеются, что Дни открытых дверей станут по-настоящему интересными и познавательными. А Чувашское отделение Сбербанка приглашает жителей республики посетить музей в выходные дни. Место красочного действия – площадка перед кипермаркетом «Мегастрой». В торговом павильоне разместится продукция 70 предприятий из 30 регионов страны. В шумных торговых рядах выбрать что-то для себя сможет абсолютно каждый, обещают организаторы. Недаром девиз ярмарки – ни дня без покупки. В празднику мужчины смогут найти большой ассортимент рыбных и мясных деликатесов. Женщинам наверняка понравится ассортимент специй и соусов для своих кулинарных шедевров. А сладкоежки наверняка не уйдут с ярмарки без халвы, рахат, лукума и ароматного натурального меда. Продуктами питания дело не ограничится. По соседству располагаются предметы, одежды и быта. Ярмарка будет также интересной модницей. Здесь они смогут примерить авторские пальто из шерсти с набивным рисунком, оренбургские шали, платья в народном стиле из штапеля, платки, палантины, украшения из натуральных камней. Кроме этого, на ярмарке можно приобрести восточную посуду, фабричное постельное белье, оптику, развивающие игры для детей и многое-многое другое. Весь ассортимент ярмарки не перечислишь, поэтому я приглашаю всех прийти самим, увидеть все своими глазами и совершить приятные покупки. Ярмарка будет работать все праздничные дни – с 23 по 26 февраля с 10 утра и до 7 вечера, а 27 февраля с 10 утра и до 4 дня. Попасть на ярмарку очень просто – павильону гипермаркета «Мегастрой» Марпасадское шоссе 17. Приходите и почувствуйте колорит всей страны под одной крышей. Редактор субтитров А.Семкин